Микс Ньюз. Каждую среду в полдень на Радио Балком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Заключено. Да, невозможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это за кулись, то, что там происходит, такое, боже мой. Все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой Эпштейн на Радио Балком. Ходите на концерты классической музыки. Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели. Программа «Культурная среда». И вот Елена Привалова сейчас находится в Москве, как раз в отъезде. И вот Олег Пека, так меня зовут, я проведу эту программу. И сегодня в нашей студии приглашенная солистка Литовского театра оперы и балета, меццо-сопрано Анастасия Лебедянцева. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас так получилось, что эта программа последняя в этом году, потому что следующая среда выпадает на Рождество, а потом это уже будет Новый год. И мы встретимся в следующий раз уже в 2020 году. И поэтому в афише, которую мне подготовила и прислала Елена Привалова, большое количество как раз событий и концертов, которые происходят до даже 31 декабря. И я знаю, что у вас тоже, ну, правда, не в Латвии, в Литве будут концерты. Мы обычно привыкли к тому, что в новогоднюю ночь выступают, как правило, в Новый год, ну, артисты более легкого жанра, и наоборот, это как раз для них самое такое хлебное время. Да. А вот как обстоит дело, например, у исполнителей классической музыки? Хорошо обстоит, потому что Новый год в Европе – это светское мероприятие, это светский день, когда принято выходить на различные концерты, слушать хорошую музыку. И вот Литва и Латвия в этом плане не исключение. В Литве аж три концерта, приуроченных к Новому году. В Латвии также серия «Ватсгада» концерты, на которых как раз Юлия Васильева, моя коллега, будет петь. Я буду петь в Литве в трех городах – Каунас, Алитус и Вильнюс – с литовским симфоническим оркестром. Но программа там не «Ава Мария», это светские арии, такие, я бы сказала, даже попсовые, очень известные, потому что люди хотят легкую музыку, хотят веселые произведения. Я не ошибся, три концерта получатся в один? Да, ну не в один, не в один, я уже подумал. Нет, 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 это новогодний концерт, они в три дня подряд идут, с 29 по 31 число. И вот новогодний концерт будет 19.00. Но это для музыканта счастливый такой момент, потому что говорят, да, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Вот поэтому у меня так в этом году сложилось. Получается ли, если вот в 31 числа концерт, встретить Новый год с семьей, или это обычно все-таки уже в дороге где-то? Ну, у меня это впервые в жизни так, но у меня будет моя мама на этом концерте и мой муж присутствовать, поэтому, в общем-то, я с семьей встречаю Новый год. Правда, я на сцене, а не в зале, но все равно. А у артистов не бывает так, что какие-то перелеты там выпадают, опять-таки, на праздники, приходится там, условно говоря, Новый год встречать или в аэропорту, или там где-то? Ну, знаете, нет, думаю, что вряд ли обычно какие-то мероприятия всегда приурочены. Сомневаюсь, что человек летит в самолете в 31 числа, нет. Обычно это очень, это заранее все планируется, это очень такой важный день, важный концерт всегда в этот день проходит, и поэтому нет. Скорее всего, конечно, на сцене встречают. Но бывает, что, да, летают, и в праздники приходят репетировать, когда все отдыхают, а ты с нотами учишь, доучиваешь, доделываешь. Ну вот мы, кстати, давайте перейдем уже к этому концерту, который состоится 26 декабря в Англиканской церкви. Это программа «Авэ Мария», и я понимаю, что будет сопрано Юлия Васильева также, и вы, вот, Анастасия Лебедянцева. А чем, что за интерес вот именно вот к, я понимаю, что это стало в последние годы и очень популярным именно такого рода концерты. Да. Почему именно «Авэ Мария» и что в мировой музыке вот вообще можно найти на эту тему? «Авэ Мария» – это вообще молитва к Богородице, это приветствие. И первые слова этой арии, этой молитвы – это как раз-таки приветствие Архангела Гавриила, который возвестил о моменте Благовещения, о том, что родился младенец Иисус. И это неотъемлемая часть любого рождественского концерта, то есть как вот ель на Новый год и на Рождество, также в музыке – это «Авэ Мария», то есть это то, без чего невозможен ни один концерт, будь то церковный или будь то светский. Потому что как раз-таки арии «Авэ Мария» исполняются не обязательно в церкви, это принято и с оркестром петь в каком-то просто зале концертном, это такое, наверное, одно из наиболее популярных на церковную тему произведений, которые популярны у слушателей, как у меломанов, так и у широкой публики. А какие композиторы обращались к этой теме? Очень много композиторов. Я вчера решила провести такой небольшой анализ, открыла нотный архив международный, где обычно музыканты берут ноты для себя, и обнаружила более 50 имен композиторов, написавших произведения для хора, также и для сольного исполнения обнаружила. Это очень много неизвестных композиторов даже для меня, и в том числе, конечно, огромное количество известных композиторов, которые мы все знаем, такие как Шуберт, Вавилов, Рахманинов, Верди, Сенсанс и так далее, и так далее. То есть, наверное, любой композитор прикасался всё-таки к этой теме и писал арию произведения на эту молитву. Что будет на концерте 26 декабря? Скажу, что два будет концерта в 15 часов, в 18 часов в Англиканской церкви. Что будет в программе? В программе мы вместе с замечательной сопрано, солисткой латвийской национальной оперы Юлией Семёновой, мы исполним с ней несколько арий, как раз-таки Ава Марии, разных композиторов. Юлия исполнит такие известнейшие арии композиторов Баха Гуно, они в Содружестве написали эту арию. Также она исполнит известнейшую арию Ава Мария Шуберта и арию Ава Мария композитора Вавилова. Но вот это такой интересный момент, это такая музыкальная мистификация, потому что принято, ну, люди обычно как думают, что это Качини написал, да? Но на самом деле нет. Композитор Вавилов, Владимир Вавилов, советский композитор, написавший в 60-х годах это произведение, он написал его для своих концертов старинной музыки, которую он проводил. И многие знаменитые певицы российские записывали это произведение, и в том числе вот интересный факт, Инесса Галланта в 94-м году записала эту арию на свой альбом-дебют, который был позже в Германии выпущен, и считается, что она положила начало триумфальному шествию этой арии в мире. Именно вот латвийская певица. И интересно ведь, что до сих пор, когда, ну, вот она исполняет, обычно все-таки это в программке написано как Качини, хотя... Да, это на самом деле Вавилов, Владимир Вавилов. Просто в советское время он отчетливо понимал, что в советское время невозможно писать на тему религиозную. Советский композитор просто не имеет такого права, возможности. И вот он совершил такой подлог, мистификацию, якобы его, ну, он как будто бы обработка, аранжировка. Да, именно ария, потому что ноты с музыкой действительно принадлежат Качини, но вот уже доработал до арии именно ее Вавилов, а аранжировку для органа сделал Олег Янченко. Вот такая удивительно интересная история, которая вот сопровождает всегда исполнение этой арии. Я исполню две арии Ава Мария. Первая ария будет композитор Пьетро Маскани, более известный композитор для широкого слушателя, автор такой 16 опер, это оперный был композитор итальянский, автор 16 опер. И самая известная – это «Сельская честь», кавалерия Рустикана. Эта опера стала, как сказать, положила основу течению веризму в оперной музыке. Я исполню арию этого композитора, и также вот уже менее известного композитора Карлоса Гомеса. Это бразильский композитор, основатель оперного театра в Рио-де-Жанейро, автор гимна бразильского. Учился он в Италии, работал в Италии, и потом вот обратно вернулся на родину, и там уже создавал музыку. А в какое время это было? Это было в 20-м году. О, в 19-м году. В, боже мой, в 19-м веке. В 19-м веке, да. Да-да-да, это конец 19-го века. Это композитор романтик, эпохи романтизма. Очень красивая ария. Насколько сама атмосфера церкви отличается от обычного концертного зала? Отличается. Ну, конечно, религиозную музыку лично я люблю больше исполнять в церкви. Да и, мне кажется, любой певец вам так же скажет. Это особая атмосфера, особая аура и особая акустика, что немаловажно для любого певца. В церкви всегда очень хорошо звучит голос, льется, особенно если вы находитесь наверху, где орган. Но мы в этот раз будем внизу, там будет небольшой орган. И мы с Юлей будем внизу стоять и вместе с Еленой исполнять эти замечательные произведения. Хочу еще сказать, что помимо Ава-Марии вы сможете услышать также знаменитейшую арию «Каста Дива», из оперы «Каста Дива» Беллини. Арию «Норма», Юлечка ее исполнит. Это шедевр вокальной музыки, визитная карточка любого сопрано. И это сложнейшая ария. Это ария является образцом бельканто. Ее очень трудно исполнять, но она невероятно красивая. У Юли она потрясающе звучит. А я исполню хит «Лаша Кёпьянга» Генделя. Это одна из моих любимых арий. Это ария из оперы «Риналдо». И также мы исполним три дуэта. Дуэт «Молитва» Беллини, очень красивый дуэт Пиа Езу, композитора современного Эндрю Ллойда Вебера. И исполним в конце вот этот такой волшебный номер, за счет чего еще тоже концерт такой будет праздничный, очень атмосферный. Silent Night, Holy Night, Тихая ночь. И зрители при входе получат свечи. И в конце вот как раз-таки на этом произведении все зажгут огонь, и очень будет красиво, погаснет свет, и мы споем этот последний дуэт. То есть это будет еще такая вот особая атмосфера? А если говорить о музыке Уэбера, например, вот насколько современные композиторы создают произведения, которые можно ли их сопоставить, ну не знаю, с теми произведениями, которые мы признаем классическими? Ну вот как раз-таки Пиа Езу, это на мой взгляд звучит оно очень-очень классически. Мне кажется, что оно как раз-таки уже стало таковым. Мне как-то совсем не кажется, что оно современное, оно очень написано в традиции и в гармоническом, в мелодическом плане. Да, сейчас современные композиторы пишут на тему церковную, очень много, и вот даже, кстати, если говорить о Баве Марии, у Бьонс, такая исполнительница знаменитая, американская, у нее тоже есть произведение, которое она записала, как раз-таки Ава Мария, это современный вариант, так сказать. Но это вечная тема, она timeless, не времени. Это бесконечно можно создавать. Рождество действительно время каких-то, не знаю, чудес, ожиданий. Вот что, какие, не знаю, надежды у вас, какие пожелания, может быть, к следующему году, просто вот как исполнителя, человека? Мне хочется, чтобы было много концертов, чтобы они были доступны для всех, потому что они должны быть как, в общем-то, и благотворительные также должны быть, ну, разного направления. Благотворительных должно быть больше концертов, это совершенно однозначно, потому что всем людям хочется, не всегда есть возможность купить билет. Вот, поэтому мне хотелось бы, да, чтобы было больше добрых концертов, добрых дел, и вот благотворительности было больше. Хотелось бы, чтобы все были здоровы, и чтобы исполнители были здоровы, никогда не болели, потому что хочется дарить музыку зрителям. Вот, хочется, чтобы было больше доброты, больше выступлений, больше красивой музыки, и поменьше всяких неприятных событий в мире происходило. Как певцы берегут голос, говоря вот о том, чтобы не завалить о здоровье? Да, тема такая. Берегут, ну, в первых режим обязательно соблюдается, надо вовремя ложиться спать, рано вставать, потому что, когда репетиция в 10 утра, вот как у меня это будет в Литве на следующей неделе, соответственно, в 9 ты уже никак не встанешь, надо вставать пораньше, чтобы успеть проснуться, распеться. То есть, первое – это режим. Обязательно, конечно, есть всякие поддерживающие иммунные препараты, которые нужно пить регулярно, потому что очень много вирусов. В этом году вообще какой-то ужасный вирус в Риге и в Литве тоже был. Беречься, стараться меньше в такие периоды бывать в общественных местах, поменьше говорить, побольше слушать, аккуратно заниматься, не перенапрягаться. Это то, что каждый певец должен знать. Это так называемая вокальная гигиена. Петь произведение тоже, которое под твой голос подходит, тоже важный момент, потому что часто молодым певцам предлагают проекты, они воодушевленные, хотят быстрее взяться и понимают, что потом начинают заниматься, понимают, что не тянут. И поэтому, да, здесь очень важно тоже думать, не гнаться за легкой, так сказать, добычей, не гнаться за всеми предложениями и очень вдумчиво, очень выборочно относиться к репертуару. Нельзя петь в 20 лет Вагнера, конечно, только если у вас не уникальный голос, но такая тенденция есть, к сожалению. Сейчас вообще мало кто думает о голосе, о здоровье, о возрасте. А когда можно петь Вагнера? Ну, я думаю, что к 40 годам. Ближе к 40 годам. Любой певец это скажет. То есть это как роль Гамлета, который нужно... Да, это то, к чему надо созреть, и не только ментально, но и физически обязательно, потому что легкий голос, ну, никак не споет этого композитора никак. А нет ли такого, что оперные певцы, когда берегут голос, они меньше разговаривают, то есть стараются как бы... Конечно. Но не получается. Не получается, потому что, особенно когда люди общительные, всегда хочется пообщаться, поговорить, обсудить, и да, поэтому немножко тоже это подсаживает. Есть ещё всякие интересные процедуры, вот если говорить о здоровье, гигиене голоса, да, есть всякие разные секреты, очень много их, вот, которым певцы знают. Ну, то есть я к тому, что перед ответственным выступлением лучше не устраивать семейный скандал на повышенных тонах, Ни в коем случае. Нет, ни в коем случае нет, аккуратно. Больше слушать музыку, погружаться в эту атмосферу. Я вот в этом году как раз-таки у меня два месяца уже идёт полное погружение в мою программу, не только вот в программу на 26 декабря, но и в программу мою литовскую. Я вчера даже засыпала, решила, думаю, нет, было как раз 12 ночи, думаю, надо открыть ноты, проверить всю программу, проверила, посмотрела штрихи, вспомнила текст, хотя я его знаю, но всё равно. Ну, это уже такое немножко, даже, я бы сказала, нервное такое. У всех музыкантов такое. Потому что я вспоминаю историю, ну, из популярной музыки Фил Коллинз, по-моему, жена тогда на него страшно обиделась, когда во время турне он стал общаться с ней факсами, то есть говорит, извини, я берегу голос. Да, я берегу голос. Берегу голос, и она, в конце концов, говорит, подам на развод, можешь тогда экономить на факсовой бумаге тоже. Да, да, да. То есть она уже была обижена, а Фил Коллинз говорил, ну, это вот просто необходимость, я… Обязательно. Я раньше этого не понимала, когда была молодая, училась в училище, вообще не понимала. Как? Не берегли, я лично сама совсем себя не берегла, как-то и так немножко относилась, что, ай, куда он денется, мой голос? Сейчас, конечно, когда перед тобой важные задачи, проекты, ответственность очень большая перед собой, перед зрителем, конечно, надо думать, очень думать о здоровье, вообще о режиме, о своем поведении, о том, как по улице лишний раз шарф одеть. Вот. Ну, это обязательно, это как, ну, это часть профессии, часть твоей жизни, без этого уже невозможно. Ой, ну и у нас тоже часть профессии следить за временем, потому что сейчас время небольшой паузы, после чего мы вернемся в студию и продолжим программу «Культурная среда». Микс-ньюс. Продолжается программа «Культурная среда», и сегодня у нас солистка Литовского театра оперы и балетов, это сопрано Анастасия Лебедянцева. В студии мы сейчас, наверное, пробежимся все-таки по событиям, которые нам предстоят в ближайшее время, вот 19 декабря в Большой гильдии фестиваль «Рождество Европы» Рейни Заринч за фортепьяно и в программе произведения Людвига Ван Бетховена «Сонаты для фортепьяно». 20 декабря в Церкви Святого Иоанна в рамках фестиваля Winterfest пройдет концерт «Ночная молитва». Хор Латвийского радио участвует в этом событии. Церковь Святого Иоанна 23 декабря Эгилс Силинш, Бас и Эдите Алпе Орган прозвучат произведения Генделя, Моцарта, Вагнера, Шуберта, Безе и Мендельсона и ряда других композиторов. 25 декабря в Англиканской церкви «Эта тихая ночь» тоже вот в рамках рождественских уже концертов прозвучат рождественские новогодние арии. В Домском соборе 25 декабря фестиваль Европейское Рождество Сергей Егерс и ряд других музыкантов. Ну вот 26 декабря еще раз напомним в Англиканской церкви рождественский концерт, где будут принимать участие сопрано Юлия Васильева и мэтс сопрано Анастасия Лебедянцева, которая сегодня гость нашей студии и за органом Елена Привалова. 26 декабря в Домском соборе рождественские песнопения и рижский православный камерный хор Благовест режиссер Александр Брандовс. 28 декабря в Большой гильдии выступает Латвийский симфонический оркестр и, кстати, Ксения Сидорова на аккордеоне и Даниил Булаев скрипка, дирижер Андрис Пога и будут произведения Равеля и Астеропьецолы. И 28 декабря в Англиканской церкви уже будет третий концерт цикла Иоганн Себастьян Бах «Все сочинения для органа» и будет очень много известных, знаменитых, я понимаю, произведений звучать в исполнении Елены Приваловой. Да, да, это вот третий концерт цикла Баха для органа. Елена будет играть вместе с выдающимся латвийским скрипачом Юрием Савкиным, который также является ассистентом оркестра Латвийской национальной оперы. Вот, и еще хочется также сказать о предстоящем дебюте Юлия в роли Виолетты в знаменитой опере Верди Травиата 15 января, поэтому это латвийская национальная опера, поэтому обязательно приходите, послушайте, это прекрасно, я обязательно пойду уже себе запланировала. Это постановка новая совершенно? Нет, это та, которая есть. Да, да, очень важная такая роль. Еще, да, наверное, сложная. Опера, знаменитая, музыка знаменитая у всех на слуху, но спеть Виолетту под силу далеко не каждой певицы, это такая, опять-таки, тоже визитная карточка. А сколько, в принципе, может быть в репертуаре оперного исполнителя таких ролей? Визитных карточек? Да, визитных карточек, если можно сказать. Ну, много, конечно, потому что знаменитых опер очень много, если певец сильный, то у него много таких титульных ролей в репертуаре. Должно быть так, нельзя выезжать только на ролях второго плана. У мецо сопрано это знаменитая кармен, это то, что все знают, то, что любая мецо такая не колоратурная, но центральная, должна спеть обязательно, Эболи, также, это вот такие, Изаны Болейн, забыла сейчас, как ее зовут, это вот такие сложнейшие, сложнейшие роли, которые, по которым обычно оценивают уровень мастерства. и как правило, я понимаю, что если у исполнителя, условно говоря, за плечами, и это возможность в каких-то новых постановках принимать участие, то есть это повышает его статус? Конечно, если это у него в архиве есть, если в репертуаре он эти произведения исполняет, значит, да, он всегда, всегда может везде приехать и исполнить эту партию. Но ведь оперы, это не только итальянский язык, это еще и французский, английский, латышский, русский, литовский, русский, то есть знаменитые оперы. Японский даже, да. Есть и японский? Конечно. Вот как, каким образом исполнители все-таки учат язык специально для исполнения или они фонетически запоминают? Ну, конечно, фонетически, но это уже второе, обязательно есть коуч в хорошем, не обязательно, в любом театре оперном, в большом или не очень большом. Есть специальные коучи, либо они местные, либо их приглашают из-за границы, они приезжают специально на постановку и работают с артистами на постановке, помогают с текстами, делается полный перевод. Вот я очень хорошо помню, когда мы ставили «Свадьбу Фигера», это как раз-таки был мой оперный дебют в Латвии, это было в 2014 году, уже пять лет назад, команда была из Аргентины и режиссер с нами лично, с каждым солистом сидел и занимался речитативами, потому что в музыке барокко и классицизма огромную роль, огромную роль уходит на речитативы, вот, это такие диалоги под музыку, которые пропиваются, вот, в них очень много текста, смысла и это колоссальное значение имеет. А какой это был язык? Это был итальянский, «Свадьба Фигера», да, «Алиноциде Фигера». Вот, я помню, как наши занятия, мы первую неделю постановки, мы только занимались речитативами, мы сидели, прононс отрабатывали, и надо было чётко знать каждое слово, то есть не так, что, ну, примерно я знаю, о чём он поёт, и иду петь, нет, тут надо готовиться, и готовиться с педагогом, в идеале, конечно, если ты полиглот, знаешь, несколько языков, такие певцы есть, и это правильно, вот, если ты владеешь, там, итальянским, французским, немецким, это вообще просто идеальный вариант. То есть, если знать уже сам язык? если ты изначально знаешь на хорошем уровне, то для тебя это, конечно, сразу облегчает всю работу очень сильно. Но ведь есть ещё одна проблема, многие, ну, скажем, зрители, которые приходят в оперу, жалуются на то, что им очень тяжело понимать, о чём поют, даже если это русская опера на русском языке, потому что в пении, ну, всё-таки, а если уж это итальянское, там, то... да, да, ну, для этого, во-первых, существует бегущая строка, которая над сценой располагается сверху, конечно, удобнее, если вы сидите чуть дальше от сцены, потому что лучше видно, потому что, бывает, если первый, второй ряд, то приходится, задрав голову, читать текст, и иногда люди не успевают смотреть за действием и читать. Вот, как правило, бегущая строка на двух языках, на английском обязательно и на языке страны, в Латвии это английский и латышский, в Литве это английский и литовский, ну, и, соответственно, да, в разных странах свои. Вот, и есть, конечно же, Либретто, есть такая чудесная книга «Сто опер», по которой я училась. Я дома тоже, Лиза. Потрясающая книжка, да, которая мне помогла с моими многочисленными рефератами, дипломами и так далее. Вот, там всё очень доходчиво, подробно написано, но, кстати, вот такая маленькая справка, эта книга представлена на сайте belcanto.ru, вот, там можно, там, прямо вот, выдержки из этой книги и даже целые параграфы, целые главы там на этом сайте. То есть, я когда писала работу, я иногда даже её не открывала, потому что всё на сайте уже давно выложено, вот, и если кому-то интересно, на этом сайте огромное количество всякой интересной информации о музыке. Этот сайт я лично, как певица, как музыкант, рекомендую изучать перед походом на спектакль, всегда родителям своим и мужу всегда говорю, ребята, вот вам сайт, читайте, о чём опера, чтобы не сидеть, не скучать, потому что, ну, это такое, искусство всё-таки, ну, это не кино. Вот я хотел сказать, вот есть же, есть точка зрения, что, а как же спойлеры, вот если я буду знать, что в конце, там, не знаю, там, герой погибает или что-то, все-все, то есть, будет ли мне интересно следить за... Будет, потому что, во-первых, вы будете знать, вам будет интересно наблюдать за процессом, плюс тут же, понимаете, тут музыка, вы же приходите всё-таки на музыку, на пение, вы приходите на вот именно вот этот процесс взаимодействия певца, оркестра и прекрасного произведения, вот, поэтому тут немножко это не кино, в кино, да, не хочется, трейлеры надо смотреть, потому что, иногда трейлер лучше, чем фильм, ты всё понимаешь сразу, вот, а здесь нет, здесь прямо вот обязательно-обязательно надо читать, изучать, знать о чём, очень важно тоже читать о постановке самой, о режиссёре, потому что бывает так, что люди не выдерживают современных каких-то тенденций, встают и уходят, и это, конечно, меня всегда это, например, не то, что возмущает, но обижает, потому что это очень обидно, когда ты работал, да, так сложилось, ты попал в современную постановку, особенно в Германии это вот практикуется, сейчас в немецких театрах реализм, чистейший такой, и, конечно, люди многие не могут это видеть, не могут видеть каких-то режиссёрских решений, таких особо реальных. что это такое? Ну, когда, я не буду в эфире всё прямо рассказывать, но очень-очень реалистичные моменты, когда голышом ходят, ну, не будем углубляться, но, в общем-то, всё отсюда вытекающе, да, и это, конечно, это такой очень спорный момент, нельзя это тащить в классическую музыку, на мой взгляд, но, с другой стороны, если уже это в театре идёт, ну, прочитайте, кто режиссёр, изучите немножечко, и не ходите, если вы понимаете, что вы не выдержите, потому что вставать посреди спектакля, уходить, это, ну, это невежливо по отношению к музыкантам, прежде всего, они же работают, они же стараются, поэтому этот момент, конечно, вот, такой, не очень правильный, так, демонстративное действие, встать, уйти, мне не понравилось, ну, не ходите. А что ещё, вот, может раздражать артистов в публике, вот, какие моменты, на которые стоило бы обратить внимание, ну, культура просмотра? Мобильный телефон, вот, особенно если он на громком звонке, всегда нужно отключать, потому что, если, например, какое-то место, где, скажем, пианисимы, какая-то пауза, и всё подвешено в воздухе, вот это вот музыкальное действие, вот, вот сейчас, сейчас будет продолжение развития, и тут бам, и звонит телефон, ну, это как-то сразу так очень, это и в драматическом театре тоже очень мешает, вот, ещё немножко сбивают, когда люди кашляют, бывает так, особенно зимние спектакли, к сожалению, люди болеют, тут уже никуда не денешься, но на это иногда отвлекаешься, я читал, что некоторых очень раздражают, когда люди, конфетки, да, шуршание, это классическое, бабули очень любят, да, на концертах всегда, я очень иногда замечаю, когда сама хожу на какое-то мероприятие, сижу в зале, в зрителях, иногда вот всегда бабули начинают разворачивать, именно вот когда громкий какой-то момент в оркестре, фортисим, вот они начинают быстро разворачивать, чтобы успеть, чтобы успеть, да, быстрее, быстрее, да, ну, да, да, вспышки, некоторые же хотят запечатлеть, обязательно сфотографировать, тоже может, ну, знаете, когда большой театр, там на самом деле уже, на самом деле, все это ты не замечаешь, вспышки, не знаю, мне кажется, там же специально создается такой блок-аут, эффект, когда светом перекрывают полностью зрительный зал, и видишь только дирижера, и не дальше дирижера, это очень здорово, это создает настоящую такую атмосферу действия, то есть ты внутри, ты не видишь лица, потому что не всегда лица, улыбаются, люди бывают еще сидят не очень радостные, вот тоже, молодого артиста это может сбить, потому что ты начинаешь смотреть, ищешь какую-то реакцию, хотя, конечно, это неправильно, правильно быть в действии, ну, знаете, как молодые певцы, они же не могут сразу за всем уследить, они же только учатся, вот только набираются опыт, да, поэтому блок-аут очень помогает, и в блок-ауте вспышки… Не мешают. Нет, не мешают. Я когда пела фигра, я просила фотографа для своего сайта, чтобы он сделал фотографию для меня, я даже не замечала его, то есть он делал со вспышкой, но не было видно. А если вот еще один момент, который, наверное, очень важен для артиста, это возможность, например, взаимодействия с партнером на сцене, насколько вот, если вдруг кто-то, не знаю, там вступает, или торопится, как это вот, как в какие… Бывает, забывают, бывает тоже, забывают вступители, забывают текст, или бывают немножко нечисто поют, и ты понимаешь, что у вас, например, дуэты, скажем, надо петь в терцию, или в квинту, или в кварту, неважно, в какой-то интервал, и ты понимаешь, что партнер начинает низить интонацию, или наоборот завышать ее, это колоссально может сбить, вот поэтому надо знать идеально до такта, до последнего ноты, об этом всегда любой дирижер скажет, всегда, то есть ты должен знать идеально партию не только свою, но и чужую, в случае чего помочь, есть суфлеры, например, вот когда мы говорим о музыке классицизма, об операх Моцарта, скажем, или Генделя, или Россини, где много речитативов, сидит суфлера, помогает с текстом. Еще одна, наверное, такая оборотная сторона по современной опере, это то, что сейчас ставятся, они как полноценные спектакли, ну и, по-моему, уже было несколько-то скандалов в мировой опере, когда, например, ну, артисты оперы, которые по физической форме не могли уже вот как бы бегать, прыгать по сцене, или платья не влезать, да, 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 их там уже как бы заменяли, они возмущались и говорили, ну как же так, все-таки это, это же не театр, где нужно там… Вот, да, вот тоже это одна из таких тенденций современной оперы. Сейчас очень важна форма, но она все равно не важнее, чем техника и чем голос, но она, на мой взгляд, вторым номером по важности идет, то есть, важна внешность, конечно, но нужно быть, ну, нельзя так, наверное, говорить красивым, но нужно быть привлекательным человеком, потому что зрители хотят красивую картинку, где бы эта картинка не была, в кино, или на фото, или в театре, вот, конечно, внешность важна, важна форма. И я хочу сказать нашим слушателям, что в данном случае тут уже просто великолепно, действительно, Анастасия выглядит совершенно потрясающе, Анастасия Лебедянцева. Спасибо. И да, это некоторые даже возмущаются, говорят, что это же какой-то, ну, и... Извините, да, перебил дедушку мой, рассказывал, как они когда-то в Советском Союзе еще смотрели, в Большом театре Кармена, там вышел потрясающий красотный Кармен, я уже не скажу фамилии, он не помнит сам, вот, и вышел такой маленький, метр пятьдесят, толстенький, хозе, и вот у них там происходила любовь, страсть на сцене, это, конечно, немножко было странно, вот, тут важно, важно, важна внешность все равно, да, и с одной стороны и правильно, и с другой стороны неправильно, но все-таки голос, если ты петь не умеешь, то никакая внешность не спасет тебя. Но сейчас мы видим, вот, в трансляциях из Метрополитен-Опера, что там поют, там нет репка, по-моему, чуть ли не вниз головой, свисая, там, лёжа на полу падая, там, еще продолжает орить, то есть это вот, насколько сложно, например, ну, петь из таких каких-то неестественных положений. Очень сложно, потому что режиссеры вообще не всегда понимают, что они делают. Они ставят, им хочется яркой картинки, им хочется восторжных отзывов, зрителей, потому что зрителям-то нужно зрелище, им уже все равно, да, на диафрагму, на то, как человек сбивает дыхание свое во время этих кульбитов цирковых, вот, и поэтому тут, к сожалению, только артист, только он сам должен справляться, он должен иметь хорошую форму, вот как раз я об этом и говорю, вот, не столько даже внешность, сколько вот именно физическая подготовка, сила должна быть внутренняя. Я ни в коем случае не говорю обязательно о 90-60-90, да, фигуре, нет, как раз таки тут не это важно, важна твоя выносливость, насколько ты хорошо дышишь, насколько ты справляешься с нагрузкой, и за спектакль можно похудеть на полтора точно килограмма, на два даже некоторых худеют на сложных ролях. Но это ведь, наверное, та нагрузка, которую невозможно выдерживать ежедневно. Конечно, нет, это все очень дозировано должно быть и с перерывами, если ты готовишься, ни в коем случае нельзя перебарщивать с занятиями тоже, с репетициями, потому что, ну, это все понимают, голос у нас, он один, связки не из железа, это связки, как у спортсмена, если спортсмен перетрудится, то он рвет связки свои, рвет мышцы, травмирует. Так же и у певца можно легко травмировать. А приходится заниматься спортом, то есть как-то поддерживать по спортивной форме, ходить в зал? Да, заниматься обязательно дыханием, вот йога очень помогает, пранаяма, это дыхательная йога, вот, кому-то бег, вот я, например, мне нравится летом, в летний период бегать, потому что, во-первых, тело в форме, плюс дыхание, плавание, это вообще, это номер один, наверное, для певца, потому что, это самый полезный вид спорта, не травмирующий, но в то же время и дыхание хорошо тренирует, вот, но вот единственное, что заболеть можно в бассейне, поэтому, да, немножко сторонятся певцы бассейнов, но это, конечно, очень такой важный вид спорта, который помогает. Ой, у нас так потихонечку заканчивается время, а я еще просто с ужасом понял, что еще забыл сказать про один концерт, рождественский концерт при свечах 31 декабря, это будет тоже очень интересный концерт, в котором будут принимать участие Гидон Гринберг, скрипка Ирина Валикжанина, виолончели, Елена Привалова, орган, и это концерт именно новогодний, 31 декабря в 19 часов, и возможность уже проводить 2019 год с мелодиями из кинофильмов. В программе я понимаю, что все мелодии практически на слуху, тут и список Шиндлера Джона Уильямса, и Сверидов к кинофильму «Метель», вальс Евгения Доги из фильма «Мой ласковый нежный зверь», Энио Мориконе, то есть, ну вот, все-все-все самое, да, все такие самые-самые-самые знаменитые, и в связи с этим я, кстати, хотел сказать, ведь вы, я понимаю, на концерте, вот как раз-таки, 26 декабря, все-таки постарались сочетать, я понимаю, и, ну, все, что там, хиты-хиты, которые знают, на этом концерте, Ава-Мария, ну, например, вот этого бразильского композитора, может быть, не такой известный, но вот эта возможность публики услышать что-то новое, раздвинуть какие-то свои грани познания. Вот насколько вот это, как здесь, вот вы выходите из этого положения, что, с одной стороны, публика хочет уже известные произведения, но понятно, что ее нужно дальше воспитывать, образовывать. Вот для этого и существует распределение программы между солистами, вот здорово, когда ты не один выступаешь, потому что все-таки одному сложно спеть много-много арий, вот, разных, когда есть у тебя партнер, вы распределяете, с ним сидите, думаете, кто что будет петь, и это как раз-таки такое чередование, вот, но мне, когда первый раз еще мы с Еленой эту программу делали в прошлом году, мне уже тогда хотелось, что-то необычное, потому что у Равилова я пела Арию и Бахагу, но и Шуберта я пела, и мне хотелось как раз-таки что-то еще, чего мало, ну, чего никто не слышал, вот, потому что даже вот, когда я стала смотреть записи, чтобы, ну, поучиться, да, посмотреть, послушать, очень мало, вот, как раз-таки записей Гомеса, этой Арии, очень мало. Москанье меня подкупила тогда, конечно, запись Элины Гаранча, с оркестром, она пела также в соборе, но там большой оркестр сидел, кор, стоял, очень красивое исполнение, вот, я влюбилась в это исполнение, решила, что я непременно тоже хочу тварью спеть, вот, да, это здорово. Ну что же, еще раз всех приглашаем, 26 декабря, вы сможете... Два концерта. Два концерта в 15 и 18 часов, как вам удобнее будет сопрано Юлия Васильева, иметься сопрано Анастасия Лебедянцева, которая сегодня у нас была в гостях, спасибо большое, счастливого Нового года. Спасибо, до свидания.